ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В области охраны материнства и детства, в области рождаемости, медицина делает всё необходимое. Кроме этого, прорабатываются очень серьёзные вопросы в отношении предоставления жилья, различных увеличений пособий со стороны, поддержка предприятий, женщин, которые рождаются. То есть создаются все условия со стороны государства, со стороны власти для того, чтобы увеличивалась рождаемость. О реализациях этих мер да и есть становшие выники. Заморуживаются темпы скорочения колькости населенства, снижается снародность. Витебская область становится больше привабной для внешней миграции. В этом году впервые за много лет мы по первому кварталу имеем положительную миграцию порядка 280 человек. Если на тот же период прошлого года мы имели минус 300, то есть работаем в этом направлении, работает каждый районный исполнительный комитет, каждые службы, которые в этом задействованы. Вместе с тем, конечно, не надо обольщаться, есть огромное количество проблем. Становшая динамика есть, ситуация по крысе стабилизуется. Однако полночный регион у особливом становище. У нас великая колькость пожилых людей, старейших, за процесс дольный взросл. Важной задачей изъявляется захование здоровья и поляпшение якости жильца пожилых людей. Осуществляется и модернизация, и реконструкция, приобретается новое оборудование, новые технологии, улучшается доступность к оказанию медицинской помощи. Это все обеспечивает вот эти показатели по оздоровлению населения и снижает смертность. Поступово у региона снижается смертность от внешних причин. Однако за минулую зиму повеличилась околькость смертей на водоемах. И уже с початку года потонули 20 человек. С их 12 рыбаков. Хочу предупредить рыбаков, которые выезжают на водоемы, на лодках, не забывайте о своем спасении. Возите всегда с собой спасательный жилет. Спасательные средства, они вам никогда не помешают. Держава надоевая лику увагу о демографичной проблеме, однако нельхо забывать, что перш за все кожный сам отказывает за свое житие и здоровье. Юлия Устинова, Станислав Дудин, Леонид Табола, Новины, Витебск. Завтра 9 мая свято, связанное с радостью и болем, гордостью и смутком. С каждым годом застается все меньше тех, кому мы обвязаны мирным небом. Тому важно сустракаться, слухать, пропускать про сабе их успамины. Наш корреспондент Светлана Макайева сустрелся с былым фронтовиком, доктором медицинских наук, загадчиком кафедры судовой медицины, профессором Михаилом Федоровичем Яблонским. Гэд маршрут на протягу амаль 60-ти год для Михаила Федоровича стал звыклым. Машима паходка с гадами стала крыхом арудней, але не дзюнна Михаил Федорович на парозе свайго 90-годзя. Не глядяши на солидный узрост, ян паранейшым устрое, узначальвая кафедры судовой медицины, отдая свои веды, выкладая и рыхтуе будучих судмедэкспертаў и вельмега нарыцца своими вучнями, а яны своим наставникам. Профессор таў дорогу в жыцё открыл свет медицины. Он поспособствовал тому, чтобы я выбрал именно этот путь, именно судебно-медицинского эксперта. Он во всём старался разбираться, скрупулёзно ко всему подходил, к написанию той же диссертации, к научным статьям, к осваиванию тех же методик. В общем, грамотный специалист, преподаватель. Михаил Фёдорович, он опытный и квалифицированный специалист в своём деле. Замечательный преподаватель, который, несмотря на свои годы, полон сил и стремлений заинтересовать студентов, передать свои знания, которых у него за такой стаж работы накопилось очень много. Поважанный профессор, завсёду окружение молоде. Увольную хвилину можно пораиваться, обменяться думками, посмеяться над добрым жартом. Только сам насам с собой на хвилину во успоминах всплывая молодость, на якую выпала война. Подчас якой оборонял Радзиму у складе 1-го Белорусского фронта, родовы Михаил Яблонский был снагородженными медалями и орденом Айченной войны 1-й ступени. Дальшу до Берлина и там сустраю перемогу. Это было объявлено по радио. Это было, ну, трудновыразимое чувство радости. Все мы кричали сразу «Ура! Мы живы!» Михаил Фёдорович – человек с широким даляглядом. Любит серьезную музыку, прахильник оперы, неабыяковы до творчости русских классиков. Навад на перепынках, памеж лекциями, знаходзить хвилину, каб разгорнуть книгу любимого письмейника. На пытание «Учим сакрет» его доугалетия, Михаил Фёдорович отказал, что на первом месте спадшинность и лад життя. Образ жизни, он должен быть умеренным, не позволять себе лишнего, недозволенного, то, что может вродить организм. Михаил Фёдорович, не уявляя свое життя без любимой работы, отчувая, что еще есть порох у пороховницах. Надо жить тем, что будет преподносить сама жизнь. Здоровья вам, поважанный ветеран! С днем перамоги! Светлана Макайова, Сергей Котов, Новины, Витебск. До всенародного свята 9 мая витебские мастаки подрихтовали шарах выстава. Одна из них разгорнулась в Центре Сучасного Мастатства. В экспозиции представлена работа десяти творцев у разных взрослых и разных мастатских школ. Это зауседы хвалючи живопису Владимира Вольнова, якова война закоронула непосредственно, покинула сиротой, забрала самого родного человека, мати. Это и проникненная графика удельника Великой Айчиной Александра Салауева. А так само работы мастаков больше молодшего поколения, кому война знаема только по книгах, киностушках и рассказах. Мы не останавливались на том, чтобы были батальные сцены, чтобы была только боль. Потому что война – это не только боль утрат, но это еще и радость освобождения, и это радость и новое видение мира. Поэтому у нас есть и прекрасные реалистические пейзажи, и портреты участников войны, портреты наших деревенских жителей. Но и в то же время места, по которым прокатилась война, и как они выглядят сейчас. Гимназия номер 8 областного центра долучилась до республиканской акции «Я памятаю, я гоноруся». Наученцы школы от молодших классов до выпускников приняли у ее уделы по доброй традиции для тех, кто своей можностю подарил нам свято-перамоги, и спевали песни военных годов, которые уже давно стали народными. У незнакомого поселка на безумянной высоте Это суровая война. Мы победили там благодаря патриотизму советских людей как на фронте, так и в тылу. Именно патриотизм проявила и молодежь, находясь в тылу. Они работали у станков, они работали в колхозах, они оказывали большую помощь. Мне очень дорого то, что сделали для нас ветераны. Для меня, конечно, безусловно, очень важна победа нашей Родины. Безусловно, я считаю, что каждый человек должен принимать участие в подобных мероприятиях, и каждый должен быть благодарен, потому что эти люди действительно сделали очень много для нас. На этом выпуск новин завершен, и я развитываюся, и до встречи.